доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день четверг 9 августа и начинаем наш обзор как всегда с пары евро доллара а перед началом я напомню что если вам нравится это видео то не забудьте поставить лайк если у вас появятся вопросы то написать их в комментариях и так пара евро доллар продолжает свое движение восходящие вчера вновили локальный максимум доходил до уровня 1627 поэтому на текущий момент тенденция коррекционной восходящие по данному актива сохраняется напомню что пока в долгосрочной среднесрочной перспективы приоритет занимают продажи ну и собственно завершение той коррекционной формации который у нас сейчас формируется и будет являться интересной точкой для присоединения на продажу по данному активам ближайший уровень после преодоления которым мы можем начать действовать по данному сценарию это движение ниже уровня 1 1574 минимум вчерашней торговой сессии по паре британский фунт американский доллар тенденция нисходящая сохраняется движемся даже к следующему целевому уровню в область 127 59 а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимум вчерашнего дня который был зафиксирован по цене 12959 а по паре американский доллар канадский доллар на текущий момент тенденция восходящая не поменяла своего направления вчера концу торговой сессии мы увидели снижение вниз закрылись фактически ниже открытия но пока не ушли ниже минимальные значения которые были 7 августа а сформированы по цене 129 60 поэтому на текущий момент пока торговлю идет выше данного уровня тенденция восходящая по канадцу остается в приоритете цели роста движения в область 1 32 27 а по паре американский доллар японская иена сохраняется тенденция нисходящая движемся по направлению на 110 49 ближайшие разворотный уровень отмечаем на максимум вчерашнего торгового дня который был зафиксирован по цене 111 43 по паре австралийский доллар американский доллар вчера мы смогли преодолеть максимальное значение которое было сформировано в конце июля это было 74 39 что в рамках часов таймфрейма также дает предпосылки на продолжение восходящего движения и следующая цель рост это движение выше области 74 64 в том случае если австралии сможет уйти выше данного уровня то более затяжную коррекцию по данному активу мы сможем ожидать ну а пока тенденция общая нисходящая сохраняется и ближайший разворотный уровень находится на минимальный значение вчерашней торговой сессии который был зафиксирован по цене 73 83 а по паре евро фунт продолжается тенденция восходящая следующий цель рост это область 90 39 ближайший разворотный уровень пока отмечаем на минимальные значения которые были зафиксированы в последней коррекционной формации это область 88 89 а по золоту а на текущем тенденции нисходящие сохраняются хотя не уж мы уже несколько торговых сессий подряд не видим обновлении минимальной значений которые были за сформированы нас 3 августа по цене 1204 доллара за трость концу поэтому налицо здесь некоторая остановка в данном нисходящем снижении я пред пред первой предпосылки на начало коррекционного восходящего движения по данного актива будет сформирована в том случае если цена сможет закрепиться выше максимум который были зафиксированы вчера и во вторник по цене 1215 долларов за трость концу ну а пока торгуемся ниже данного уровня тенденции нисходящие а сохраняется по нефти марки бренд вчера концу торговой сессии мы скорректировались практически минимальным значением начала августа пока ниже данного уровня у тебя мы не смогли что пока только в рамках числа у таймфрейма нас переводит фазу нисходящего движения но и здесь важно отметить то что для того чтобы ожидать снижение в область 68 65 а по а нефти марки бренд нам необходимо видеть а уход ниже минимальные значения которые были зафиксированы 2 августа по цене 71 26 напомню это тот же самый уровень который у нас был также и в середине июля сформирован ниже которого пока мы уйти а не смогли на вполне вероятно будет произойдет отбить его данного уровня но об этом мы будем говорить уже дальше а по индексу дак сохраняется тенденция восходящая целью роста движения в область 12 тысяч семьсот сорок три и далее движение по направлению на 12 тысяч восемьсот девяносто четыре ближайший разворотный уровень по данной паре находится в области минимальных значений 6 августа которые были зафиксированы по цене 12 тысяч пятьсот тридцать а ну и а bitcoin продолжает свое движение нисходящее цели по снижению эту область 5 тысяч шестьсот шестьдесят один на ближайший разворотный уровень отмечаем на максимум который был зафиксирован седьмого августа по цене 7113 и так коллеги всем спасибо за внимание всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра